Один из самых восхитительных трубачей на мировой сцене, обладающий уникальным звуком. Именно так говорят про Фредди Хендрикса. Последние 20 лет этот американский трубач стал одним из самых востребованных исполнителей джаза и смежных жанров. Как обладатель яркого исполнительского и композиторского таланта, его охотно приглашали в самые разные ансамбли и оркестры, среди которых, например, Алиша Кис, Стиви Уандер, коллективы Орет и Франклин. Теперь же Фредди Хендрикс выступает и как фронтмен, и выступает в Москве, находясь в российской столице. Он нашел время приехать в студию РТВА, я рад привезти его здесь. Спасибо большое, что приехали. Я знаю, что у вас довольно плотный график, расскажите нам, вы ведь не впервые в Москве, верно? Я не первый раз в Москве, я уже третий раз здесь. Первые два раза я играл с другими исполнителями, например, с Бобби Уотсоном из Horizon Band и легендарным оркестром Каунта Бэйси. Однако я впервые нахожусь в Москве именно как фронтмен. Я продвигаю свой дебютный альбом «Кот из Джерси». Он так и называется, поскольку я сам из Джерси. Вы прошли долгий путь, чтобы стать фронтменом, да? Да. А в чем разница между тем, чтобы быть фронтменом и небытием? Фронтмен должен отвечать за многие вещи. Ты должен быть способен мобилизовать музыкантов, ты должен писать музыку, ты должен продвигать ее. Ты должен следить за многим, следить за тем, чтобы музыканты вовремя добирались до места проведения концертов, чтобы они одевались соответствующим образом, чтобы зарплату вовремя получали, наконец. Это действительно очень важно. У вас недавно был концерт в Санкт-Петербурге, верно? Да, это было вчера. А в чем разница между публикой здесь, в России, и публикой в США? Ну, я заметил. Сначала я играл в Москве в прошлую субботу, и там люди реагировали невероятно, с большим энтузиазмом. А потом я играл в Санкт-Петербурге, и там публика была довольно серьезной и закрытой. Это заставило меня понервничать. Я начал сомневаться, нравится ли им вообще джаз. Но после концерта столько людей хлынуло ко мне, все хотели взять автограф. То есть им действительно понравилось. Просто это два таких разных типа энергий, но тем не менее это здорово. А как в США? В США все по-другому. В Штатах ты должен совершать какие-то нелепые, удивительные вещи, чтобы публика как-то тебя заметила. Но здесь, в России, да и в целом, за пределами США, музыка воспринимается совсем на другом уровне. Люди лучше ее понимают, поэтому так много американских музыкантов играют за пределами своей страны. Как вы поняли, что хотите заниматься музыкой? Как в целом к этому пришли? У меня два старших брата. Средний брат часто ставил пластинки. Мы с ним переслушали множество альбомов. К примеру, я много слушал Джексон Файв, Принца, Марвина Гея, Аарона Грина, Джорджа Бенсона, разных исполнителей Айрон Би. То есть разные стили, разные интерпретации, разные инструменты. Тогда я даже не понимал, что впоследствии я сам стану музыкантом. А почему вы стали играть именно на трубе? Мой первый учитель игры на трубе — Дэвид Браун. Когда мне было 11-12 лет, он показал мне разные инструменты. Но когда дошла очередь до трубы, звук был просто невероятный. Я ощутил нечто и подумал тогда, вау, я должен это попробовать. У наших зрителей сегодня есть шанс послушать вас. Прошу. Композиция называется «Ты не знаешь, что такое любовь». «Обив», «Обив». «Обив» «Обив» Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 И финальный вопрос, вы говорили о ваших предшественниках Самые важные джазовые музыканты для вас, кто они? На меня повлияли Луи Армстронг, Бесси Смит, выдающаяся блюзовая певица Я начинал свой путь в музыке, играя на службах в церкви Это тоже повлияло на меня Поэтому я не мог не назвать Риту Франклин и многих других музыкантов ее калибра Да, словом, имен много Да, очень много Спасибо, и удачи сегодня на концерте Спасибо Надеюсь, это не последняя наша встреча Хочу пару слов добавить по поводу сегодняшнего вечера Есть такой человек Виктор Дзиевский, продюсер, благодаря которому эти наши концерты проходят Вчера я играл с филармоническим оркестром И закончу свой тур я со знаменитым коллективом Игоря Бутмана Кстати, Бутман был в гостях у нас на канале, мы делали с ним интервью Огромное вам спасибо Фредди Хендрикс в студии RTVI Слушайте джаз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова